Добрый день! Снова с вами Имано Лилизаров и Святая Тора! Such a beautiful book! Дорогие друзья, какие книги читаете вы? Anyway, рад вас снова видеть! И на этой неделе Мошер Рабину отправляет 12 разведчиков для того, чтобы шли в Эр-Исраэль, и Эр-Искана Антега называлась, и принесли репорт. Мошер Рабину говорит вот это вам, questionary, вот эти вопросы. Ответьте на эти вопросы, поставьте check, возвращайтесь, это да, это не позитивно, негативно, дайте мне знать. И он говорит, и отправляет их 12 человек. Я вернусь на эту тему и просто пойду на другую тему в Геморре. У нас говорится, пасехать йома про Шимон Хацадик Коэнгадоль. Он был в Коэнгадоль много очень лет. Кстати, Коэнгадур это пожизненно, и человек, если имел негативную мысль про еврейский народ, или же какую-нибудь негативную мысль, то этот человек, он уже умирал. Я уже не говорю про грехи. И этот человек умирал, не мог продолжать быть Коэнгадолем. Шимон Хацадик Коэнгадур, он был в Коэнгадуре очень-очень много лет. И каждый год заходил в Святой Святых. Кстати, это единственное время, когда самое святое время, это Йом Кипур. Это во время, когда мы все приходим в синагоги. И вторая вещь, это самое святое место, это Иерушалайм, это Святая Святых. Это куда заходил Коэнгадоль. И третья, это самый святой человек, это Коэнгадоль. Так он заходил вот в эту Святую Святых каждый год, и он возвращался, благословлял еврейский народ. И однажды он зашел в Святую Святых, вышел оттуда, и он сказал, что в этом году я должен умереть. Тогда все люди спросили, мудрецы, why? Что случилось? Почему вы так говорите? И он сказал, что каждый год, когда я захожу в Святую Святых, я видел видение. То есть, он видел человека или ангела передо мной. Он был высокий, и он одевался в белое, и он облокачивался белым. Лавушливаним, ватуфливаним. И в этом году, когда я зашел, я увидел вот это самое видение, но это видение было, он был закрыт, одел он черное, и был связан с черным. То есть, оделся во все черное. И он сказал, и я думаю, что в этом году я должен умереть. И тогда спрашивается, почему, как это так, он так решил. Дело в том, что это было очень тяжелое, тяжелое время для еврейского народа. И Шимон Ацады, который он посмотрел на еврейский народ, и он стал уже не очень-то позитивно смотреть на еврейский народ. И он сказал, как еврейский народ может сделать такое Богу, как не соблюдать, как не чтить Всевышнего. И когда он имел такие мысли, он сказал, из этих мыслей я увидел вот этого самого одетого ангела или человека в черное. И эти негативные мысли, раз у меня негативные мысли про еврейский народ, то я не достоин быть главой еврейского народа, я не достоин быть. И на самом деле он умирает в тот самый год, как он предикт. Дорогие друзья, когда мы были под горой Синай, и Всевышний сказал, Всевышний как будто бы нас помазал этим самым маслом. Масло помазания. Это только мажут царей, это только мажут коэн-гадоль, то есть помазание, это помазанник. И мажут его специальным таким оливковым маслом. И каждый из нас, каждый из нас помазан. Знаете, с утра мы просыпаемся, и для того, чтобы, во-первых, пожарить что-нибудь, яйцо, что мы делаем, мы туда ставим немножечко масла, чтобы яйцо не прилипло, или чтобы вот эта еда, которую мы делаем, не прилипла. Это не прилипает. И знаете, если мы каждое утро, когда просыпаемся, подготовимся к тому, что мы не будем принимать негатив. Ведь мы так столько негатива вокруг. Только телевизор, радио, все эти вещания, интернет, новости, все это дает столько негатива. К сожалению, мы хотим этот самый негатив. Но если мы помажем, и я уже не говорю про то, что у человека есть дети, у человека есть супруг или супруга, родители, которые тоже иногда дают негатив. Но если мы проснёмся утром, и мы подготовимся к тому, что что угодно произойдёт, поставьте на себя это невидимое масло, и мы говорим, всё, что угодно, пусть будет на мне, но это не прилипает на меня. Я, пусть скажет мне, что угодно сегодня, и я не буду принимать на себя этот самый негатив. Когда еврейский народ возвратился, то есть 12 разведчиков, они возвратились, они сказали, земля, Эрд, Исраэль, все, Мошей Рабену этот вопрос, который спросил, они ответили, и сказали, всё хорошо, огромные там деревья, огромные фрукты, посмотри, огромные какие фрукты они принесли с собой, они сказали, что там прекрасная погода, всё там хорошо, и потом они сказали, Эфес, Эфес это ноль, или переводится, но, но, всегда есть но, и тогда они сказали, но, знаешь, это огромные фрукты, это не для нас, мы маленькие, это земля, которые и стали говорить уже своё мнение, которое Мошей Рабену не спрашивал, и как получилось, это было, кстати, 9 ава, самый тяжёлый день еврейского народа, и как случилось, что Мошей Рабену, то есть, весь еврейский народ стал плакать, они сказали, мы в их глазах, как кузнечики, это был негативный репорт, это было, что мы не стоим, мы не можем, нам невозможно, и тогда весь еврейский народ заплакал, и из-за этого у нас стал 9 ава, дорогие друзья, всё, что они сказали, возможно, правда, но эта правда зашла им в голову только из-за того, что они занесли это в свою голову, негатив, Бог тебе сказал, что это хорошее, Бог тебе сказал, что шаббат, соблюдай, хороший день, это только единственный день, когда у тебя нет проклятия, Адама решён, была его работа, чтобы ты зарабатывал в поте своего лица, единственный день, у тебя всё равно, Эдин, отдыхай, будь со своей семьёй, забудь про телевизор, забудь про камеру, забудь про компьютеры, забудь про телефон, забудь про всё, забудь включать, зажигать, смыть, чистирать, забудь про всё, будь со своей семьёй, it's good. Мы говорим, да, шаббат это хорошо, как вот эти самые разведчики, но мы говорим, но, но дай я выплачу свой морфич, но дай я сначала подниму свой бизнес, но дай я сначала, но дай я сначала, дай я сначала, дай я сначала, но это негативность, это самое но, которое нас губит. Это самое но, которое Шимона Цады Коэн Гадоль увидел, он увидел, да, еврейский народ, но у меня, знаете, в закон, в синагоге нет никакого негатива, это место для, не для негативных идей. Я знаю, что у вас есть проблемы, если послушаю ваши проблемы, мне захочется плакать. У меня есть проблемы, если послушаете мои проблемы, вам захочется плакать. Но вопрос, что ты заносишь в свою голову, что ты выносишь из своего языка? Если мы поставим это самое невидимое масло на себя, все, что нам не скажут, мы не принимаем это, то есть негативное. Все, что нам скажут позитивное, мы это принимаем с удовольствием. И кроме того, чтобы принимать, каждый из нас должен излучать позитив, должен говорить хорошо, должен приходить и говорить «Шалом Алейхем!». Знаете, сегодня в синагоге, я молился в грозенской синагоге, я люблю молиться от души, когда я разговариваю со Всевышним. И когда я закончил молиться, один человек ко мне подошел и сказал, «Дай Бог вам 120 лет жизни и здоровья все эти 120 лет!» И он говорит, «Скажите Амин!» Я сказал, «Амин!» И тогда он сказал, «Вы дали слово, теперь вам нужно держать свое слово!» And unbelievable, знаете, не сколько благословения, а сколько позитива. Когда человек приходит с позитивом, это совсем другая категория. И нам нужно тренировать себя с утра пораньше, когда мы просыпаемся, мы говорим, «Мотэ ани!» «Благодарю тебя!» «Благодарность!» Это уже позитив. Мы начинаем самое первое. Не мыть руки, не чистить зубы. Мы первое говорим, «Мотэ ани!» Паракадож говорит нам, что они подумали, что сейчас мы нас выбрали главами. Сейчас, если мы пойдем в Израиль, обратно зайдем, то мы не будем главами. Снова будет election, снова выберут кого-то другого. Давай я буду главой вот этого самого колена 40 лет подряд. Я скажу, что Эрот Истраиль – это не хорошее место, не дай Бог. И это, дорогие друзья, иногда из-за того, что у нас есть какие-то эгоистические идеи, мы негативны. Дорогие друзья, самое лучшее лекарство, чтобы быть эгоистом, это быть позитивным. И когда ты позитивен, ты не только помогаешь другому человеку, в первую очередь ты помогаешь себе. Когда ты прощаешь другого человека, ты не только помогаешь другому человеку, в первую очередь ты даешь себе свободу. Был такой мудрец в Древней Греции, был диаген. И этот человек, он unbelievable. Он говорил, что самая лучшая вещь – это свобода, самая лучшая вещь – это… И он жил абсолютно минимумом. Однажды, когда у него была всего лишь одна миска, он говорил, что мне не нужно больше тарелок, одна миска – это хватит. Когда он увидел маленького мальчика, он уже был в преклонном возрасте, потому что он пьет водичку с ручейка, и он пьет руками, и он взял свою миску и выбросил, и говорит, значит, мне и миска не нужна, значит, возможно жить и без миски. И, дорогие друзья, освободите себя от разного… Я не говорю, что живете с одной миски или даже без миски. Но освободите себя от разного мусора, который вам не нужен. Если это негатив, если вы смотрите на своего супруга, на свою жену негативно, то, возможно, вы недостойны, чтобы быть главой этой семьи. Если вы смотрите на своего ребенка и говорите, ну, все дети как дети, ну, откуда ты такой взялся? Возможно, как Шимон Сады Коэн Гадоль, вы не можете быть родителем хорошего этого ребенка. Всевышний дал наших этих детей, Всевышний дал нам супругу или супруга, Всевышний дал нам родителей, дал нам работников, дал нам боссов, дал нам людей, которые мы встречаем на улице. Для того, чтобы мы делились своим позитивом, для того, чтобы мы ходили и показывали, что такое Бог. Бог — это позитивное, Бог — это хорошее, Бог — это доброе, Бог — это светлое, Бог — это которое отдаёт. Бог — это счастье. И когда человек видит, что ты человек Бога, и ты иллюминируешь это самое счастье, и ты готов рисковать, оставить шестой день, то есть день, когда Всевышний создал, седьмой день, когда создал отдых, шаббат, ничего не нужно делать. И когда ты радуешься своими детьми, когда ты приходишь домой с громким голосом, говоришь «Шалом Алейхем», когда ты приходишь в синагогу и говоришь «Шалом Алейхем» громким голосом, когда ты видишь любого человека на улице, может быть, не любого, но человека, которого ты знаешь, и говоришь «Шалом Алейхем» или даже не знаешь, говоришь позитивные вещи, то тогда ты достоин быть главой, быть на коне, как говорится, быть в главе семьи, быть в главе, я не знаю, комьюнити, быть в главе, быть рядом с людьми. Это секрет того, что мы были 40 лет в пустыне, это секрет того, что никто из людей, кто вышел, кроме двух людей, не зашли в Эрец Исраэль, на Святую Землю, хотя у нас не было ни одной болезни, мы умирали просто так, на 9 авгу мы ложились, и кто вставал, хоронил в пустыне тех, кто не вставал, и шли дальше 40 лет подряд, 600 тысяч мужчин, возраст армии, никто не зашел в Эрец Исраэль, кроме двух людей. Из-за чего? Из-за того, что, во-первых, был негатив, во-вторых, они приняли негатив, они стали плакать, и Бог сказал, вы плачете без причины, дайте я вам дам причину. Это было 9 авгу, и с тех пор 9 авгу мы плачем. Дорогие друзья, мы можем выбирать, наша жизнь будет как 9 авгу, или же наша жизнь будет как святой пурим, радостный пурим. Это в наших руках, это наш выбор. Thank you very much. Shabbat shalom.